МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Люди доверяют застройщику все свои сбережения и порой становятся жертвой обмана либо непродуманной стратегии бизнесмена. Но вот какая разница пострадавшему, почему обанкротился застройщик? Ведь на кону единственное жилье и миллионы рублей, которые уже вложены". Молодая семья Дима, Лариса и их сын. Шестимесячный Ваня живут в квартире у своего друга. Молодые родители взяли ипотеку полтора года назад и исправно ее погашают. Но есть одно но. Работы в их собственном доме не сдвигаются с мертвой точки. Ровно столько, сколько платят по ипотечному кредиту. Никакой стройки здесь не ведется. Здесь все раскопано, все стоит, рабочих нет. Вон наш дом пятый, там, где должны были мы жить. Как видите, здесь никто не живет. Мы приехали на стройку и убедились, что работы заморожены. Единственный человек здесь и менеджер, и охранник Геннадий. Он с радостью предложил нам приобрести квартиру в этом доме. А вы сообщаете, что эта стройка уже стоит два года? Почему она стоит? Она встала в апреле. Деньги в семье зарабатывает Дмитрий. Лариса в отпуске по уходу за ребенком. Помощи ждать практически не от кого. Для молодой семьи это единственное жилье. Сколько понадобится времени на решение проблемы, непонятно. За дострой возьмется другая компания. И они в усиленном темпе будут завершать этот стройку. То есть пока сроков нам конкретных не назвали. Это пока все словесные такие формулировки. Может, очередные отговорки, не знаю. Семей, которые сталкиваются с недобросовестными застройщиками и оказались в схожей ситуации, достаточно много. По всей стране, по оценкам экспертов, в России 40 тысяч обманутых дольщиков. Правда, количество уже снижается. Всего пару лет назад людей в подобной ситуации было примерно в два раза больше. Но кто приходит на помощь? Обещания страховых компаний, если что, все компенсировать, на деле не работают. Мы приходим в страховую компанию, платим по тому тарифу, который для нас компания рассчитала. Но мы не до конца уверены в том, что накопленный взнос в страховой компании в конечном итоге может быть использован при наступлении того или иного страхового случая. На рынке не найти ни одной авторитетной страховой компании, на которую можно было бы положиться. Известный девелопер Сергей Гордеев считает, что инструмент выплаты страховых взносов себя изжил. Они реально не отвечают по обязательствам. То есть нет ни одного случая, когда страховая компания, она бы компенсировала имущество и квартиры обманутым дольщикам. Чтобы найти решение проблемы, Минстрой и АИЖК прямо сейчас разрабатывают механизм, который должен максимально снизить риск людей оказаться в роли обманутых дольщиков. Создается фонд, который защитит права граждан. Создание такого государственного фонда, оно безусловно стимулирует серьезное развитие долевого строительства, потому что люди будут понимать, что они серьезно защищены государством, когда они инвестируют свои средства в строительство жилых домов. Ну а пока проблемы обманутых дольщиков на деле чаще всего решают на уровне правительства. Вернемся на год назад. Когда один из крупнейших российских застройщиков СУ-155 объявил себя банкротом, в подвешенном состоянии оказались 145 крупных строек в 14 регионах страны и более 30 тысяч людей, которые вложили свои деньги, сейчас строительство домов завершает Банк Российский Капитал. После всех проведенных нами аудитов чистые активы оказались отрицательными, порядка минус 90 миллиардов рублей. Михаил Кузовлев, глава Госбанка, по опыту работы с обманутыми дольщиками знает, что новый фонд создат запас прочности на рынке. Это очень похоже на то, как работает система страхования вкладов, где деньги платят коммерческие банки. Точно так же и здесь. Это, в принципе, аналог этой системы. Создать его без государства было бы невозможно. Параллельно с созданием фонда проблема дольщиков СУ-155 постепенно решается. Сложнейшая работа проделана только наполовину. Сегодня уже построено 15 тысяч квартир. Таталия одна из тех, кого спасли. После того, как стройка мертва встала, было ощущение, что уже ничего не изменится. Но сегодня у ее семьи есть готовый дом. А по соседству возводятся все новые и новые многоэтажки. Они начали строительство весной. И, получается, сейчас уже год прошел. Сдано 15 домов из 22. В общем-то, они все были на стадии строительства. Где-то на котловане, где-то одна коробка стояла. Новых проблем, подобных банкротству СУ-155, больше быть не должно. Фонд, который в корне изменит представление людей о долевом строительстве, опирается на готовый фундамент – 214-й федеральный закон. Но чтобы он заработал в полную силу, ему нужны обновления. Пришло время его пересмотреть то, что мы и делали. А так, вообще, у нас сегодня 80% многоквартирных домов строится с применением института долевого строительства. Объем сделок колоссальный и нельзя допустить, чтобы на стоимость квадратного метра оказал влияние новый инструмент – Фонд защиты правдольщиков. Ведь формироваться он будет из вносов застройщиков. Подход примерно такой же, как и к страховым компаниям. Если посмотреть тарифы последнего года по страховым компаниям, то плюс-минус где-то они и в размере 1% от стоимости договора долевого участия. Уже сегодня у страховых компаний такой тариф и существует. Иными словами, раньше девелоперы покупали страховку, которая на деле не работала. Теперь за те же деньги появляется реальный механизм, который может дать настоящую, а не призрачную гарантию людям. При этом Минстрой, АИЖК и эксперты уже продумывают, как сделать взносы дифференцированными. Мы сейчас совместно с Министерством строительства смотрим, насколько это возможно и как можно дифференцировать взносы в зависимости от типа застройщика, большой или маленький, и от степени прозрачности того или иного застройщика. Глава АИЖК Александр Плутник рассказывает, что новый фонд создаст условия, которые спасут дольщиков от форс-мажоров на рынке. Мы в этом уверены, иначе бы за эту работу не брались. Необходимо верно рассчитать стоимость риска того или иного застройщика и, соответственно, установить тариф, по которому этот застройщик будет работать с фондом. Помимо надежной опоры, фонд создаст условия, которые дадут импульс для людей и дальше вкладывать деньги в долевое строительство. А это, как следствие, рост строительной отрасли. Мы в наших контактах с застройщиками советуем для повышения прозрачности пройти процедуру получения рейтинга в рейтинговых агентствах, которые имеют соответствующую лицензию Банка России, в агентстве АКР в частности. Наши герои, Дима и Лариса, которым самим приходится решать свои проблемы и отстаивать права в суде, говорят, новый фонд просто необходим, чтобы в будущем никто не оказался в подобной ситуации. Сейчас особенности работы фонда помощи дольщикам обсуждают эксперты. Изучают на самых разных уровнях и определяются с деталями. Законопроект уже в парламенте.